Здравствуйте, с вами Аксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Героиня сегодняшней истории Алина Каяхтина. Алина подает на развод. Она у нас в гостях. Встречаем. Здравствуйте, Алиночка. Почему вы решили подать на развод? Потому что я считаю, что мой муж мне изменяет. Просто-напросто. Потому что я устала сбиться в закрытую дверь. Потому что в нашей жизни что-то происходит, и я понимаю, что это не в мою сторону. Поймите меня. За руку держали? Не держала за руку. Не держала. Но не хватало мне еще, чтобы я его еще за руку схватила. Потому что я бы вообще уже просто здесь не стояла бы, поверьте мне. Алина и Олег Каяхтины женаты уже 9 лет. Казалось, все начиналось как в сказке. Но постепенно отношения между супругами накалялись. Почему такое происходит именно со мной? Из-за того, что Олег постоянно пропадает на работе, Алина стала подозревать мужа в измене. Дома он один, мне кажется, на работе он совсем другой. За последний год скандалы стали настолько частыми, что брак оказался на грани разрыва. Меня Алиночка практически вообще не вызывает. Вот и хочу сказать, вот как мы только с ним поругаемся, если он скажет зайка, все, для него это прости. Последней каплей для нее стала переписка, которую Олег постоянно ведет в социальных сетях с другими девушками. Солнышко мое, как-то мне понравилось, давай с тобой встретимся. Очень все такое, такие красивые слова, которые я в жизни вообще не слышала. Да, так на все и есть. И как же вы живете, Алиночка? Вы знаете, что каждая женщина думает, что может быть это пройдет наконец-то когда-нибудь, может с возрастом. В конце концов у меня трое деток, и всегда хочется надеяться на лучшее. Дети все от этого брака? Нет, дети нет, это последнее только. Ребеночек, мальчик от этого брака. Двое предыдущих мальчиков от первого. Старшему 22, среднему 11 и маленькому 7 лет. И дети все это наблюдают, мамины настроения? Вы знаете, нет, конечно, я по профессии педагог, я тоже педагог-психолог, и естественно, что я стараюсь все конфликты не выносить на суд детей, чтобы они этого не видели. Но бывает, конечно, они уже по вечерам дома, и уши им не закрыть, и слышат. Иногда маленький даже говорит, мама, папа, не ругайтесь, хватит ругаться. Зачем ты полезла в компьютер? А вы знаете, это просто случайно произошло, вам скажу честно. Ну, была такая ситуация, у меня муж был дежурный по офису, был как раз, если я не ошибаюсь, Рождество, он говорит, мы с тобой немножко подежурим в офисе, потом пойдем погуляем по Москве. Ну, хорошо, когда мы пришли к нему в офис, он мне посадил за свой компьютер, а сам что-то делал, он говорит, ну, ты как бы посиди, посмотри, поиграй. Ну, извините, я же женщина, я, любопытство берет свое. И когда я начала открывать эти сайты, которые вот у него висели там строкой, я увидела сообщение. Танечка, ты мне так понравилась, ты такая прекрасная, ты просто мой идеал. Давай с тобой встретимся в кафе, попьем кофейку. Если мы друг другу понравимся, мы перейдем к конкретным отношениям. У меня мир рухнул, вы понимаете, я все, у меня земля из-под ног ушла. Это человечек, который я боготворила, понимаете, два года всего женаты, и уже ребеночек маленький, и уже вот такой вот все это пошло. Чтобы было всем понятно, какого рода переписка, с чем Алина столкнулась, давайте посмотрим, у нас она есть. Не за что принцесса. Конечно, не дворец и кроватка полуторка, но места нам в ней хватит. Олежка, а ты мне поможешь с работой? Я постараюсь, королева моя. Королева моя. Олежка, я таких слов никогда не слышала. Хорошо, но когда вот уже вы это все прочли, еще раз выходили с ним на разговор? Да, я постоянно с ним выхожу на эти разговоры, потому что, ну я вам еще раз говорю, он просто меня не слышит, он такое ощущение, что он просто издевается. Как он мне говорит, ну найми детектива и посмотри, изменяю я тебе или нет. Ну вот мне еще не хватало детектива нанять. Это я бы уже вообще пустилась ниже пленкуса. Ты просто неврастеничка, когда превратишься и все. Я да, в какой-то степени да, но у меня уже вот здесь вот червячок засел, вы поймите, вот здесь-то уже болит, все. Это у тебя не первый брак? Нет, это у меня не первый брак. Как Олег появился в жизни? Вы знаете, что когда вспоминаешь... А, смотрите, сразу улыбнулась. Да, улыбнулась почему? Потому что когда появился в моей жизни Олег, это была сказка, поверьте мне. Это были цветы, это были свидания, это был ужин, это было все, это красиво. Он завоевывал, да? Он завоевывал, да, в какую-то степень он завоевывал. Скажу сразу, при первой нашей встрече, контакте, вот при первом визуальном, мы друг другу не понравились. Когда уже начали общаться более тесно, мы поняли, я поняла, что это очень умный, очень такой веселый человек. И, в общем, я влюбилась, конечно, пусть не сразу, но я поняла, что я хочу с этим человеком быть. Я посмотрела вот в эти счастливые сейчас глаза, и я так, у меня есть такое подозрение, что не придумываешь ли ты, Алиночка, про эти все измены. Вы знаете, что... Сейчас тебя поддержит, а может не поддержит, подруга. Хорошо. Ольга Гусакова у нас в гостях, встречайте. Здравствуйте, Оленька. Скажите, что правда, что неправда в этой истории, на ваш взгляд. То, что Алина рассказала, я считаю, что все правда. Можно сказать, ни одной юбки не пропустит. То есть вот он постоянно с кем-то... Оленька, вы замужем? Да. Сколько лет? Я уже 16 лет. Если бы ваш вдруг муж позволил нечто подобное, как бы вы себя повели? Ну, я такой человек, ну, я еще одна люб, что-то я бы сразу бы подала бы на развод, потому что я бы вот такой, как Алина, сколько лет терпеть, я бы вот такой не терпела. А почему она терпит, как вы думаете? Терпела. Ну, потому что, во-первых, она любит этого человека, в жены листополюбе, во-вторых, потому что у нее еще дети. Дети тоже как бы не должны были быть лишены отца. Что вы ей бы посоветовали в этой ситуации? Ну, вот так наблюдать, это просто... Я считаю, что нужно так же поступать его же методом. Тоже заведет себе какого-нибудь там знакомого, тоже так же. Пускай вот Олег посмотрит и тоже будет ревнует. И еще я хочу сказать, вот какая красивая женщина, да, вот мы где-то не встречаемся. Вот он другому скажет комплимент, а жене нет, проигнорирует ее. Вы понимаете, что он ее из дома сразу выгонит, судя по тому, что дяденька с характером у нас? Я считаю, что надо попробовать. Вы играете чужой судьбой, вы говорите, возьми топор, он топором, и ты топором. А представьте, что за этим топором может разыграться драма. И этой женщиной может не встать, она может попасть в больницу. Что, быстро ищите ее. Вы знаете, драма, драма. А с другой стороны, почему ему можно, а мне нельзя, если так разобраться? Не-не-не, это не работает. Это девочка. Ну а что, она правильно сказала, ты тоже, может быть, пообщайся в интернете с кем-то. Алиночка, мы выслушали женский взгляд. Давайте мужской. Тоже друг Алины, друг семьи. Владислав Генеев. Вот как вы считаете, вообще, вся вот эта ситуация? Справедливо Алина обвиняет своего мужа в изменах и во всех остальных грехах? Знаете, я так скажу, ну, в моем понимании, это пляжный флир. То есть? Ну, вот знаете, как вот вы даете комплимент там бармену, знакомому, ну, женщине, естественно. Вот. Естественно, там, знакомой официантке где-то в кафе. Где-то просто на пляже комплимент. И я считаю, что это то же самое. А вы сидите в сети? Я нет. А вы можете его как-то по-дружески вообще задать ему вопрос, зачем он это делает? Я считаю, что это шутка. А, в общем-то... А семью надо сохранить? Семью? Да, однозначно, потому что семья нормальная. Дети. Хорошо. Как вам кажется, он ее любит? А вот, знаете, мы живем в мегаполисе. Ну, это здоровье в мегаполисе. Нет, 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 да или нет, Владик, да или нет, он ее любит? Да. Да. Ну, как же это может быть любовь, извините, если мужчина, идя домой, например, да, это я видела, Влад, подожди, пожалуйста, может быть, ты просто этого не знаешь. Когда он идет домой, и вы знаете, что он заходит домой, и звучит смс-ка, он уже забыл о том, что он общался только что пять минут с девушкой. Говорит, Алин, что там? Я вижу, что он так пишет. Девушка пишет смс-ку. Алин, я за тебя, я хочу тебя успокоить. И этот же номер, он заходит домой, Влад, помолчи, пожалуйста, он, я же вижу, он идет домой, он с ней разговаривает, он переступает порог и выключает телефон, он пять минут назад разговаривал с этой девушкой. Не, ну это правда неуважение. Ну, извините, ну это же просто неуважение. И приходя домой, просто приходя домой, это получается так, пришел, разделся на диванчик, подавайте, я пришел. Скажи мне, пожалуйста, я все поняла, потому что ты все на взводе. Алин, смотри, а может ему не хочется идти домой? А почему ему не хочется идти домой? Ну, он же ты вся на взводе, ты вся нервная, ты опять час начала, а там ему будешь претензии предъявлять, он не хочет идти. Вы мне простите, какие тут могут претензии, если он мне вот это вот выкладывает? Какие тут могут претензии? Я так не слушаю же, я же сколько раз с ним разговаривала. Действительно, о супружеской неверности, не о виртуальных игрушках. Вы знаете, что, о супружеской неверности. Он не приходил домой ночевать, сорочка в помаде бубной. Вы знаете, бывало, что я не приходил. Как это он объяснял, когда он? Потому что, почему, видите, не мог доехать домой, я ночевал в офисе. А, в офисе. В офисе. Почему, друзья, в офисе? Короче говоря, я хочу на этого мужчину посмотреть. Какая-то, если слышишь, бред. Хорошо, давай, смотри. Бред, обычный бред. У женщины больное воображение. Хорошо, солнце. Давайте посмотрим. Я как-то смотрю на себя любви. Я уже слышал. Вы сейчас доведите себя прилично. Алиночка, три секунды. Я хочу все-таки, чтобы посмотреть, вообще, это монстр тут рядом со мной сидит, или кто. Давайте посмотрим и сделаем, и сделаем свои выводы. Внимание во всех отношениях. Внимание на экран. Олег Каяхтин работает в службе безопасности. Из-за этого у него нет возможности проводить много времени в семье. А в последнее время Олегу и вовсе не хочется бывать дома. Когда нужно готовиться к важному разговору, идет именно отвлечение о том, что, а туда ли ты вообще едешь? Супруг утверждает, обвинения жены беспочвены и считает свои отношения с другими девушками совершенно нормальными. Или там зайка назову, там великолепно смотришься, хорошие сапожки. То есть, внимание, женщине приятно, мне это ничего не стоит. Общение в социальных сетях для Каяхтина – обычное дело. Он утверждает, это просто невинный флирт. Слушай, если бы я не хотел, я бы тебе этого не показывал. Это вообще невозможно. Вы знаете, что он даже сейчас не понимает. Вы видели, только что промелькнуло. Алина, мы сейчас видели это, секундочку. 41 год. Ему сколько сейчас? 46. Почему? Потому что, знаете почему? Потому что он говорит, а так с женщинами легче знакомиться. 46 все-таки уже ближе к 50. А 41 еще возможно. А я еще, извините меня. Олег, рассказывай. Это вообще, это кошмар какой-то. Он даже меня не понимает, почему я его ревную. Он общается с мамами. Скажи мне, Алиночка, три секунды. Вы действительно изменяли своей жене? Ну, во-первых, я своей жене не изменял. Смотря что подразумевать под словом «измена». Есть измена де юре, есть де факто. Правильно здесь сказали, что. А факт. Есть конкретный факт измены. Ну, тебе не хватало всего, я говорю, еще за руку тебя ловить. Есть жизнь виртуальная, есть реальная. Ну, доверие-то тоже нет. Они отличаются от этого. Мне кажется, у тебя уже все перепутывается. Когда человек возводит виртуальный, смотрит, что человек делает в виртуальной жизни, и возводит это в реальность, вот это театр отсюда. Так это ты уже так и сделала, Олешка, если ты уже извини меня. Вот это театр отсюда. Да, мам, насочаешь свидание. Зачем? А я? Так, дорогая... Если извините меня, там в солнышке принцессы. Одну минуточку. Хорошо. Ты сейчас обвинила меня во всех смертных грехах. Вы меня простите. А ты сама-то как? А, конечно, извини. Не в Пушку? А как сама? Ты знаешь, я тоже попыталась это сделать. Тебе было приятно? У нас есть заказательство, правда? Ты мне скандал покатил. А что же мне тогда делать? Олечка, давай. Я это один раз увидел. А я это наблюдаю в течение шести лет. А я берегу свои нервы. Я в течение шести лет уже все это наблюдаю. Я понимаю, Олег. Я бы на его месте сделал бы то же самое. Я серьезно говорю. Вы знаете, если бы я приходил домой... Не я же начала это все, а он это все начал. Вот такие вот, понимаете, вот... Скажите, пожалуйста, а вы дома так же ходите? Или ходите в халате, в бегудях? Никогда я в бегудях не хожу. Вот вы знаете, вот такое ощущение, вот... Вы знаете, у вас такое представление, что все женщины... Вы постоянно какие-то... Вот не успел войти в вашу. Вот наезд постоянно идет. Вы на него напали сразу, понимаете? Так это мой... Он, может быть, от вас спрячется уже в сети, понимаете? А вы понимаете, почему я это делаю? Вы понимаете? Да и ты мужик очень правильно делал, что в то жении. Вы даже també поняли, почему я это делаю. Ничего не правильно. Не правильно. Хорошо, а если бы ваша жена увидела, что... Тяжело. Какой смысл? Вам надо петь, поговорить, тормать. Не надо разводиться. Твой детей. Зачем ты это делаешь? Ну так тоже нельзя, понимаете? Ну я же разговаривала уже и не раньше. Да Reporter you, а он же дерганый весь старт. А давай сgas. Они оба хорошие женаты. А если бы ваша жена увидела, что вы назначаете девушкам свидание? Мне интересно смотреть жену. Я выхожу домой, как на праздник. Слушай сюда внимательно. Я тебе расскажу, до чего приводятся эти компьютерные игры. Мой муж меня нашел в сети. Он оставил двоих детей. И это болезненная история. Поэтому я ее очень понимаю. И его бывшая жена точно так же проверяла, проверяла. Но, видимо, мужа нельзя украсть, его можно не удержать. Я ничего не разбивала. Он просто ушел. Понимаешь, вот здесь сейчас так кричит, что нет. Почему? Я пытаюсь ей тоже это сказать. А что я творю такое? Объяснили, пожалуйста. Надо успокоиться для начала всем. Пришел домой мужик. Вы поведите, мы Петро. А у него все выражены. Сексуальное белье. Максим адвокат. А вы знаете, что у меня дома трое детей? Я что в трое? У меня трое сыновей. Я должна в сексуальном белье ходить по дому? Когда вы начали рассказывать и как-то характеризовать своего мужа, и тем более после того, когда мы его увидели в студии, ну, наверное, не только у меня, у всех создалось впечатление, что человек по характеру завоеватель. Да. И на определенном этапе, значит, что-то недостает ему в ваших взаимоотношениях, чтобы завоевывать вас постоянно. Это первое. Секундочку, это первое. Завоевывать надо каждый день, каждую секунду, каждую. Ну, он-то меня не завоевал. Ты меня завоевал и успокоился. Это первое. Алина, спокойно. Просто нахрестан. Для того, чтобы завоевывать, нужно давать импульс. Это первое. Второй момент. Чтобы было, чтобы завоевывать. Второй момент. Не обрадывайтесь на него. Вы мне обратите, у меня руки опускаются уже, когда я вижу такое, что назначаешь другим детям. Алина, в долге должна быть... Так у меня вся жизнь борьба получается. Баба, это что? Алина, можно? За мужика? А кто на меня поборется? Послушайте мне. Он? Да он же не хочет, он же встречал с дочерью. Можно я задам вопрос обоим? Какое там завоевывание, если он есть? Нет, давайте хватит вопросов. Давайте посмотрим переписку, почему вдруг муж упрекает твою жену. Алина, я хочу посмотреть. Да, давайте, а то все мучимые, сволочи. Читайте. Это, блин, впрочем, она переписывает. Давай встретимся у метро, а потом или прогуляемся, или кто вы... Это кто пишет-то? Это пишет вот как раз Алина, молодым человеком. Ах, вы уже и на «ты»? Да. Да, вполне. Вы знаете, в основном в интернете пишут на «ты», потому что это нормально. Только что мы обвиняем сейчас меня. Алина, почему? А вы друг друга стоите. Нет, не стою. Нет, она вас не спит. Она пошла вас не спит. Ни нажды. А я ее еще... Подождите, а вы ходили на свидание до этого беда? Зачем? Олег, а вы ходили? А так, чтобы не телефон? Нет, ну и все, ну и дальше продолжайте. Алина, у тебя есть такая... Алина, у вас, ребят, у вас элементарная штука произошла. У вас дефицит вообще есть. Да вы меня не слышите. Вы слышите, о чем я говорю? Он свидание назначает и телефоны свои пить. Она хочет на свидание. Откуда я знаю, ходит он или нет? Помолчите, Алина. А я ходил? Нет. Откуда я знаю, ходит он или не ходит? Он пишет, давай встретимся. Ребят, друзья, дайте мне две минуты. Нет, нет, нет. Вы очень важная вещь. Отличие от всех в зале. Психолог понимает, что происходит. Актер и эрит знают, что происходит. А я знаю, что будет. Если вы сейчас не услышите ни Александра, ни его, вы действительно разойдетесь. Потому что у женщины брошенной она будет или не брошенной сильнее энергетика, чем у мужчины. Вы каждый день играете с ним и при этом говорите, я подаю на развод. Может быть, помолчать лучше и послушать. Я не за него, я не за вас. Но вот сейчас мне все-таки хочется сказать, Алин, может быть, вот при помощи Оксаны вы сумеете услышать Олега и всех нас... Вы говорите, почему он меня услышал? Потому что вы говорите, что вы его любите. Поэтому он же меня не слышит. Я когда говорю, я прекращаю. Вы только при сезоне высказываете. У меня же повышение назначает неправность. Нет, вы можете не слышать вы. Можно хранить. Он все равно продолжает это решение. Сволочь, ты кушать будешь, а ты не будешь. Олег, никогда таких слов я не говорю. Дисциплина превышит всего. Значит, мы сейчас вызываем студию Елену Володину, которая, как ни странно, подруга Алины, но она на стороне Олега. Встречаемся. Да потому что все знают, что есть на самом деле и чего нет. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Вот, если бы у меня была такая подруга. Так, но мы тут уже, вы видите, все нервные. Да, вижу. Скажите, а откуда вы знаете Олега? Мы дружим с семьями. Очень давно, да. И в то же самое время мы дружим и с Алиной. То есть я не провожу разницы никакой между дружбой с Олегом и дружбой с Алиной. Мы друзья. Это такая глупость подать на развод. Это вот просто, я не понимаю этого. Понимаете, у меня замечательная семья. У меня вот слезы на глаза наворачиваются. Понимаете, когда я об этом узнала, мне стало реально плохо. Эмоционально я тоже могу заплатить. Вот. Поймите, трое детей. Дети замечательные. Алина, эмоциональная, хозяйственная. Ну, скажем так, красивая женщина. В некоторых местах перегибает палку. Да не в некоторых, а в основном. Может быть, вы его так расхваливаете, потому что вы, он ваш начальник? Вы извините, пожалуйста, вначале он был моим другом. И если бы я его так хорошо не знала, вряд ли бы он когда-либо стал моим начальником. А как вы попали к нему на работу? Я работала на железной дороге. По ночам уставала очень сильно. Пожаловалась Олегу. Олег говорит, Лена, а что ты мучаешься? Давай ко мне. Конечно. Хорошо. Спасибо. Если друзьям не помогать, то кому помогать? А тут же возвели эту проблему. А если у вас история такая была в доме? Да ради бога. Ну что ради бога? То есть там он в виртуальном мире, куколка, королева, принцесса. Вы извините, пожалуйста. Хорошо. Мы знаем все прекрасно, что мужчина есть мужчина. Он для всех не хочет быть хорошим. Понимаете? Он вот, он вот. Его не передит. Достояние лучше он общается в интернете, чем в тихушку от меня гуляет. Понимаете? Я сейчас буду непопулярной, видимо, в этой студии, но я, честно говоря, выскажу это мнение. Лучше бы существовали публичные дома. А в виртуале это до поры до времени виртуале. Олег. Не согласен. Все зависит от человека. Если я 46 лет не ходил налево, то какой смысл мне сейчас ходить налево? с первой, со второй женой. Вы измените, это всего лишь шлифт. С первой женой развелся, тебя, извините, с женщиной сняли. Практически. Ты все эти года ты не мог без женщины. Алина. Леночка, помолчи, пожалуйста. Люди с годами меняются. Если ты, я не все, не, люди не меняются с годами. Я на суд, друзья и родители. Я не выношу грязного белья. Алина, давай теперь ты с ним разменяйся именно потому, что он рождется с первой, со второй. Это был диалет от прошлого. Алина, давай не разводим. Никогда я не вернула. Нет, подождите, у меня был случай. Я была уже на седьмом месяце беременности. Был мой день рождения. Мой муж приходит из гостей, берет трубочку, извините, идет в туалет и начинает сообщаться со второй женой. Солнышко мое, как я по тебе соскучился. Он даже не понял, что я в этой квартире нахожусь. Понимаете, ему было наплевать на меня. Он начал с ней флиртовать. Я говорю, Олег, это что, у меня глаза были вот такие. Алина, а сначала такого не было? А что? Алина, а первые месяцы... Я даже не знала, что он уже женился и что у него скоро будет ребенок. Она не знала, он боялся ей сказать об этом. Дорогая моя, я не боялся сказать. Да боялся ты сказать. Когда она приезжала сюда, в Москву, она иностранка. Я специально тебя взял и познакомил их, чтобы не было скло. Я их свел. Конечно, свел. После того, как я тебе закатилась, когда я сказала, что происходит. Он ей перезванивает и говорит, да я тут женщина встречаюсь, ей 41 год, а мне было 36 на то время. 41 год, все такое, я была в шоке. Это счастливое число 41, вы заметили? Конечно, счастливое число. Это мы понимаем. Это нормально? Алина, алина, вы же меня не слышите. Вы почему-то с радио начали говорить о том, что я предъявляю претензии. Вы не поняли причину этих претензий. Оксана, позвольте вопрос. У меня есть один факт любопытный. Я знаю, что вы по просьбе Алины следили за Олегом. Вы знаете, я не хотела никогда вмешиваться в эти отношения. Я считаю, что я поступила гораздо тактично. Я, естественно, смотреть ничего не стала. Я просто подошла к Алине и сказала, говорю, Алина, на работе ничего такого, что могло бы как-то его скомпрометировать как мужа твоего. А вот это уже низко. Это уже низко. Ты знаешь, что, Олеж, а низко вот это все делать, за моей спиной. Алина и Олег Коехтины женаты уже 9 лет. Казалось, все начиналось как в сказке, но постепенно отношения между супругами наканялись. Дома он один, на работе он совсем другой. Алина стала подозревать мужа в измене. Брак оказался на грани разрыва. Последней каплей стала переписка, которую Олег постоянно ведет в социальных сетях с другими девушками. Олежка, а ты мне поможешь с работой? Я постараюсь, королева моя. Я хочу вызвать еще одного свидетеля со стороны Олега. Роман Брилев в нашей студии. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Один короткий вопрос. Олег Бабник? Мне сразу вспоминается знаменитая песня группы Дюна «А кто не Бабник, а кто не Бабник, да тот, кто женщина не ел никогда». АПЛОДИСМЕНТЫ Но... АПЛОДИСМЕНТЫ Но... к нему, в принципе, всем понимаем, что эта песня шуточная, и к нему, в принципе, она никак не относится. Совершенно. Хорошо выкрутились. АПЛОДИСМЕНТЫ Совершенно. Причем на голубом глазу у него глаз голубой. А кто же он тогда? Кто же он действительно тогда? Что это такое? Он вообще бывший летчик. АПЛОДИСМЕНТЫ Бывших не бывает. Извиняюсь. Экстраверт. Обычный экстраверт. Настоящий паузовник. Давайте. Значит, летчик. А что касается... Летчик, он... Это же серьезный мужчина. Он всегда привык иметь дело с опасностью. С эвантюризмом, опасностью. Правильно, правильно. Почему с эвантюризмом нет? Нет, на самом деле, чего не хватает Олева в жизни, что он так себя ведет? Пусть он подкусывает. А, Олег, скажите мне. Я жду, 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 потом кусну как следует. Что... Чего не хватает тебе в жизни, вот раз ты... А я вам очень просто все скажу. Я уже сказал, я говорю, пример маленький, то, что насчет еды где-то покормили. Не дай бог, одеколончиком побрызгался лишний раз. Ага, куда идешь? Да это уже шутки. Хотя при этом, секунду, отпуска все вместе, если где-то гуляем все вместе, вот если мы еще отпуска вместе, раздельно будет, это уже будет не семья, а дорогой. А очень многие, кстати, семьи, это сейчас популярно. Вот это вообще уже не хватало. Но дело-то не в этом. Я к чему тебе и говорю. Вот. Но когда идешь домой и уже заранее знаешь, что сейчас будет претензия сплошная, Но они же не каждый день претензии. Ты прямо уж так сказал, прям как ты не петензия. А что это ты зашел, меня не поцеловал? А почему ты зашел, не поцеловал? Как это сказано? Не, ну как это? Женщина умная скажет, дорогой, что ж ты меня не поцеловал? А вы его противникам говорите, что это ты меня не поцеловал? Ну вы прям как пива нет. Пива нет. Пива нет. Пива нет. Это вас. Люди, люди, подождите, противно идти домой. Зачем идете-то? Ответьте мне, зачем вы идете домой? Я могу тоже вопрос задать. Зачем? Почему я должен доказывать, что я не верблю? Как мы поняли, Алина не решилась, да, нанять частного детектива? Нет, конечно, это уже было бы, ну, совсем ниже моего доступа. Да я бы все равно это узнал. Хорошо. Вы забывайте, где я работаю. Да, ну вот что. Тихонько, дайте я скажу. Значит, Алина не решилась. Тяжелый бомбардировщик. А мы решились. Давайте посмотрим. Это что это? Это Олег в ресторане сидит. Это мы вообще-то контракт заключаем. А схема-то? Это хозяйка компании. Мы заключаем контракт на охрану офиса. В ресторане. Ну, обычно половина всех сделок заключается либо в кафе, либо в ресторане. А вы что, извините, сделка заключается только с тобой? Мы что, в кровати сделку заключаем? Мне казалось, там всегда и третье лицо присутствует, если я не ошибаюсь. Эти, все сказано. В достижении сделки все средства хороши, кроме позора. А, кроме постели, да? Здесь постель? Здесь постель? Коротко, четко вопрос. Здесь постель? Вот здесь, вот понимаешь, показывает просто твое лицо, натуральное, естественное лицо. Вот он ты, понимаешь? Да за хорошую сделку я тебе что угодно сделаю. Да что вы говорите? Потому что за эти деньги, ты же будешь слушать. Нам здесь не очень видно. В конце Олег взял телефончик этой девушки. А это вы не видели, извините. Он взял какую-то бумажку, это был контракт. Контракт так много. Даже я это знаю. Давайте не будем, я все-таки тоже не глупый человек. Олег, это был контракт. Это был контракт. Это был контракт. Мы познакомились 9 лет назад на Кристинах дочери своей общей подруги. И уже спустя пару недель стали жить вместе. Прошел год, и Олег сделал предложение будущей супруги. У меня уже встречалась, букетом цветов, уговорила, Алина, выходи, когда мне замуж. Все беззаговорочно. Свадьбу молодожены хотели сыграть с размахом. Поэтому готовиться пришлось долго. Выбирали ей платье, причем она прислушивалась к моему мнению. Олег хотел, чтобы Алина запомнила тот день на много лет и преподнес ей необычный подарок. Его очень долго потом вспоминали, потому что это вот этот крокодил, который не мог здесь развернуться. В день свадьбы молодожены сильно волновались. Он написал, что он родился не 1966, а 1996-й. Говорю, Олеженька, тебе 8 лет. Тебе не кажется, что меня посадят? О том дне у обоих супругов остались только теплые воспоминания. Алиночка, подождите. Скажи мне, вот ты сейчас практически, да, у тебя слезы на глазах, прошла по своей жизни заново. Ты по-прежнему хочешь расстаться с Олегом? Не знаю тем. Олег, у нас глупо вполне. А ты в сетях 41 год, но он просто волновался, поэтому... Скажем. Нет, конечно. Вы знаете, я, конечно, на грани развода, но я уже устала бороться, не знаю с чем, я не знаю даже как. Да не надо бороться, бороться не надо. Я не боюсь, я просто... Цельсом лучше занимайтесь. Любите друг друга. Вот таким цельсом. Вот таким цельсом. Я не дождешься. Я скажу только одно. Это все только претензии. Да почему эти претензии? Ты же не понимаешь, почему они... Ты так хорошо начала. Уйти из этой студии в обнимку и все. Не, вот по-прежнему. Хочешь с ним разводиться? Тихо! У друзей встречаться. Тихо! А там дальше продолжаться, я в самом деле разведусь. Если он меня поймет, почему у меня претензии к нему. Я ее должен... Так вы не понимаете меня. Он не понимает, что мне боль причиняет вот этими всякими переписками. И поэтому... Так не читайте в эту ерунду. Он просто скрывается от вас. Вот вы попробуйте подобреть ему понежнее. Сейчас мне может быть уже все равно. И он не пойдет в эту сеть, нифига. Понимаете? Сейчас в данный момент мне может быть уже все равно. Понимаете? Есть наркомания. Это уже... Хорошо. Только сейчас мы слушаем. Есть баба мания. Я знаю. Ариночка. А можно меня тогда... Да. Да. Пошли вместе. Давай. не в вашем правом. Так, вот сюда. Вы знаете, у вас очень редкий союз. Если вы разойдетесь, то будете жить... Знаете, под каким девизом? Забыть не могу, вернуться невозможно. Вот так вы будете ходить друг от друга. Возвращаясь к тому, что он однолюб. Он однолюб. Наталья, это кто? А вы откуда знаете? Вот есть такая картинка, да? В жизни Олега была женщина очень давно. И она его обидела. Он льстит той женщине. Но от каждой последующей он добивается, чтобы она выглядела, знаете как, вот не так, а вот так. Ах, 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 ну подтянула. Алина, она гнулась. Алина, ты действительно такая есть. Вот у него тут, тут, тут живет хандра, а у тебя тут живет кураж. И вот если ты этот кураж соединишь с этой хандрой, он будет дома. Что их ждет, Арина? АПЛОДИСМЕНТЫ, если разойдутся, да. Ну, если разойдутся, то могу сказать так. Когда-то Алина очень боялась своего первого мужа. И когда она бежала из этого брака бегом, то первое желание вот к небесной канцелярии, Оксан, было такое, лишь бы не бил. Ты получила, он тебя не бьет, он не пьет, не бьет, детей не обижает. Все остальное ты у Бога, что называется, не просила. Сейчас ты сбежишь из этого союза и скажешь, лишь бы не гулял. И будет опять какой-нибудь шмондер, который тебя не устроит. А ты с тремя детьми поживешь чуть-чуть и сбежишь. А он, я уверена, и не бил, и не гулял. Да не будет такого. Уроков не прошла. А он, а он, а он получит женщину чуть старше себя, которая даст ему, знаете что? Материнскую заботу. Посмотри на него. У него жутчайший конфликт с матерью. У него сильнейшая вина перед отцом, и он любит своего отца. Что-то он не получил от матери, или что-то он прячет сюда. У него слезы внутри, в душе. Все, что надо сказать, Олег, я тебе и мама, и любовница, и жена. как мама. А как ты это делаешь? А как? Ты сейчас... Я не понимаю, я вот это... Я, конечно, все понимаю, но... Алин, вот ты его любишь. Конечно. Принимай таким, как есть, иначе ты останешься на старости одна. И стаканы в ответ твоих детей не говори о этих вещах. Что значит, так же. Уже сейчас, я тоже не знаю, а вы будете меня за тот мужчиной. Приглашаем второго эксперта. Саша, вы тоже будете гадать, что... Конечно. Да даже сейчас не слушаю. по-мужски. Ты меня тоже не слышишь. Так, подождите, дайте хоть я между вами пока встану. Так, Олег, ну вы... Нефиг общаться и назначать встречи. Я буду добра, мы поговорим. Мы поговорим. Я тоже устала. Я тоже устала. Я не думаю, что здесь есть ревность. Здесь идет борьба амбиции. Офицер, красавец, летчик, ему нужно выглядеть роскошным и лежит у него на погоне незнакомая чья-то рука. Ему нужно просто привлечь к себе внимание. Абсолютно это не угрожает семье. Замечательная барышня. Ей хочется. Она с самого начала сказала, я хочу до него достучаться. А чем она заканчивала? Какими методами? Если так будет продолжаться, я действительно с тобой разойдусь. То есть, это просто механизм. Такой шантажный, может быть, в чем-то механизм разойтись. Но, может быть, хватит бодаться уже. Оба самодостаточные люди. Может быть, дать друг другу возможность чувствовать дома в гнезде, в тепле, в нежности, в любви. Хватит уже бодаться. И незачем выяснять, кто главнее. Оба главнее в этой семье. Попробуйте встретить мужа ласково, нежно и замечательно. Вы думаете, его так не встречали? Да, конечно. Последнее время только так встречали. Да, когда прихожу, пожалуйста, а он же меня не видит. И через 3 минуты, оценив, что он вас не видит, он получает все то, что он ждет каждый день, приходя домой. Он дома молчит. Саша, а реально тебе... Я считаю, что нужно чуть-чуть себя придержать, и окажется, что нет по-настоящему никаких резонов для развода. Я на идею потом скажу, да? Так на меня вообще подожди. Никому ничего не должен. Я прошу, вот реально уйти из сети? Да, но никакой мании в этом нет. Ради бога. Я сейчас общаюсь, потом не общаюсь. У меня структура самой работы, это общение. И оно не обязательно, не важно, что... вы, Олег, свою независимость. Все сели на свои места, потому что базар идет, непонятно. Базар, базар. Саша, мы закончили с тобой на том, что, значит, ты из сети не хочешь уходить. Да я туда не особо-то исчаствую. Да как же? Привели один пример, привели один пример, который в основном, кстати, общение, если там было, да, что вот это я там с девушкой познакомился, пообщались, все. Как только дошло дело до развода, грубо говоря, я уже сто лет не общаюсь. Я перепутал циферки? Ну, уже он тоже перепутал. Ну, понимаешь, я бы тебе могла поверить, если бы я сама не видела, что у тебя там написано. Что написано? Это сколько лет было назад? Виртуальный флирт. А у меня на этом сайте написано, что я женат, что у меня дети. Ну, тебя же это не останавливает в таком месте девушка. Я ничего не понимаю. И назначать им встречи. Смотря кто, что ищет. Я ищу. А кто ты ищет? Если твоя любимая женщина, мать твоих детей, мать твоего ребенка, просит тебя, вот мне ничего не надо, все будет как прежде, но уйди ты оттуда. Просит? Это такая мелочь. Это вот эта вот просьба? Ну, это уже крайне остальное. Это в какой форме она была? Я в течение всех лет прошу тебя, выйди оттуда. Прекрати это делать. Если женщина, она же не глупая женщина, она умная, но только тактику выбрала абсолютно неправильная, стратегический подход абсолютно неверный. А ты какую тактику выбрал? Я? Вообще не с дамами. Да мне лучше уйти из дома, а не зачем вы слушать каждый день. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Опять меня не слышат, ты не слышишь, почему я это делаю? Олин, подожди, мы так ни за чего не договоримся. Это ж плене. Олег, я ему говорю, я бьюсь, а закрытую дверь, он меня не слышит. Он меня не слышит, почему я это делаю? Он опять гнёт свою линию. Олег, что ты готов сделать, чтобы сохранить свою семью? Да я всё делаю, чтобы сохранить семью. Когда рога не идёт, мужик обычно ответит. Правильно? Знаете, что я делаю? Я разворачиваюсь, выхожу из-за двери. И хожу по улице гуляю, 20-30 минут, пока не дойдёт, на телефон не сядет, где ты? Вернись. Извини меня. Я бы тебя старалась вернуть. А что вы извини уже? Какие-то чувства у меня остались. Как просто плюнуть. Алин, что ты готова сделать, чтобы сохранить семью? А вот если бы, может быть, бил как прежде предыдущий, может быть, и тогда и по-другому было бы. Потому что вы оба психиатрия с вами. И отношение, может быть, было бы другое. Вам давно уже надо идти к врачу, на самом деле, если вы хотите сохранить семью. Вы поймите, что вот даже сейчас я ему говорю о том, что Олежка, прекрати это общаться. Что ты готова сделать, чтобы сохранить семью? Вот чтобы как... Я не знаю, что это. Поменяться, пойти действительно заняться собой, пойти бегать от этого кошмара 25 кругов вокруг дома. Я, наверное, лучше побегаю. Под контрастный душ, чтобы успокоиться, чтобы на это вообще, по-русски говорят, забить. Ты понимаешь, ты превратилась реально в такую стервозную, какую-то непонятную тетку. Он тебя не хочет. Ты ее хочешь такую? Ты, конечно, тоже молодец. Мы сейчас все видим, что есть, тут есть. А он есть этот секс в доме? Если ты всю свою энергию, всю свою это тратишь на вот эти все общения. А давай-ка сделаем приоритет. Там же в общении в этом не только просто флир. Там же еще и секс идет, извини меня за выражение. Вы внесу предложение. Подождите. А домой приходит никто. Подождите, ребята. Это если с учетом, что мы его поймали за руку, но мы его не поймали за руку. Это раз, второе. Я понял. 24 часа я тут сижу. А кто деньги зарабатывает? У тебя я видела одну переписку, ты ее общаться с дамой через каждые 5 минут. Хватит. Какая там работа? Алина, подождите, помолчите. Алина, там работа же и мысли не шла. Помолчите вы. У меня, ребята, подождите. Я вернусь, мы все поняли. Все поняли. Стойте. Костя, давай. У меня к вам обоим простое человеческое предложение. Поверьте мне, я старый солдат, как говорится. Как говорил один замечательный персонаж из известной комедии. Так вот. Вот забудьте все, что было до этого. Вот плюньте все. Вот был этот огромный крокодил, кадилак у вас в вашей жизни. Вот с этого момента с крокодилом ничего не было. Все. Белый лис. Кроме прекрасного ребенка. Да? И начните вы с белого листа. Хватит вам истерить. Хватит вам пилить мужика. Хватит вам быть какой-то, я не знаю, но я тоже с ума сошел, честное слово. А ему, может быть, хватит переписываться? Да подождите, а мы, а я, а ты с белого листа. Олег, а вам я посоветую. Ну тоже как бы, ну прислушайтесь вы к Алине. Ну не все же она все время говорит глупости. В ее словах тоже какие-то рациональные есть мысли. Ну неужели меня услышали? Вот так вот раз сейчас из белого листа и марш заниматься сексом. Хорошо, если нет совет, то вот конкретно, если они разведутся, что будет? Дураки. С учетом их богатого опыта по расторжению браков, конечно, я как адвокат не смогу их напугать этим процессом и последствиями. Они уже их совершили. Однако, если вы любите, по-настоящему любите друг друга, как долго, как часто или сколько вы должны прощать, я вам отвечу на этот вопрос. Всегда. У древних русичей был такой момент, когда сватья заходили в тупик и не знали, что делать, сдирали кору березы, длинную, большую, вот клали, и каждый со своей стороны писал свои претензии. И доходили до середины. Потом сворачивали, жгли, и вот как Костя сказал, с белого листа, выпив на Бродершан с белого листа. Другого выхода у вас нет. Алина и Олег Коехтины женаты уже 9 лет. Казалось, все начиналось, как в сказке, но постепенно отношения между супругами наканялись. Дома он один, на работе он совсем другой. Алина стала подозревать мужа в измене. Брак оказался на грани разрыва. Последней каплей стала переписка, которую Олег постоянно ведет в социальных сетях с другими девушками. Олежка, а ты мне поможешь с работой? Я постараюсь, королева моя. Эксперты, последнее, да или нет, стоит сохранять, эту семью. Я бы сохранил. Стой, стой. Красивая пара. Стой. У них еще не все потеряно. И я бы сохранил. Максим, твое мнение? Конечно, безусловно, нужно сделать до последнего все, но нужно слышать друг друга, а не говорить пустоту. мне кажется, что эту семью нужно и можно сохранить, но для этого должен быть третий человек, третейский судья, человек, который будет стоять над схваткой, потому что он может выслушать обе стороны и снять это эмоциональное напряжение и, наконец, сделать так, чтобы вы, ребята, нашли общий язык. У нас есть человек, который будет стоять над схваткой. К сожалению, он видит практически ежедневно эти схватки. Это ваш сын. Мы его хотим пригласить в студию. Вот замечательный ребенок. А похож на папу. Копия просто. Как тебя зовут? Леша. Лешечка. Что ты хочешь маме с папой сказать? Мама, папа, я хочу, чтобы вы никогда не расставались, никогда не ругались, я вас очень люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Утали младенцев на поле письма. Какая хорошая семья. Вы просто какие-то ненормальные люди, на самом деле. И что с вами происходит, понятно только вам, друг другу. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо вас тут понимают. Вот ради кого жить. Значит, финал он узнает дома. Да, все. Спасибо тебе, дружочек. Не грусти. А вы хотели опять по разные стороны, пока вы еще не приняли решение. Олег, вот ваше последнее слово. Что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Вы хотите разводиться? Естественно, нет. Потому что жить нужно хотя бы ради ребенка. Вот, правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Единственное. Одна просьба, вот чтобы все слышали, и вы, Оксана, слышали, и ребята все знают. Я просто прошу, жди мужа домой, а не выгоняй его своим поведением из дома. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с удовольствием домой пойду, когда там любящая жена, а не пила. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот не прав. Нельзя. Договорились с белого листа. Опять пошли вот эти вот претензии. Хватит уже бодаться. Конечно. Ну что в самом деле. Какая же она пила. Посмотрите. Прекрасная женщина. Красавица. Хозяйка замечательная. Сын прекрасный. дадим Алине подумать в тишине и определиться. Собирается она подавать на развод или нет. То, что я безумно люблю этого человека. Естественно, что я все эти года... Да, может быть, я вела себя неправильно как-то. И веду себя неправильно. Может быть, и надо начать все чистого листа. И я... Олег, давай попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты подаешь на развод или нет? Ей, значит, время подумать далее. А мне не надо, да? АПЛОДИСМЕНТЫ А ты же сказал, что ты не хочешь подавать на развод. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, а я просто как ручка. Я свое решение уже сделал. Я его сделал, когда мы надели вот эти кольца. И я от них... Тогда вы венчались с тобой. Поэтому не противоречь себе. Я не противоречу. Тебе я поэтому и не дала думать, потому что ты уже все решил. АПЛОДИСМЕНТЫ Королева-то моя, принцесса. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребеночек очень хороший. Вот будь всегда такой, я тебе на руках носить всю жизнь буду. Услышь его, услышь его. В нашей стране на 10 браков 8 разводов. Когда люди приходят в ЗАГС и подают на развод, обычно им дается время подумать. 4% людей только возвращаются и забирают свои заявления. Сегодня нам удалось сохранить и спасти эту семью. Я очень счастлива. С вами была Акцина Кушкина. До завтра. Может быть, ты давала повод какой-то? Вы знаете, она не думала, что я ему изменяю. Она была уверена, что я ему изменяю. И когда я была с одним малышом и вот с таким животом, она всегда ему говорила, что я ему изменяю. Ты помнишь, как ты вкинула мою мать палку и сказала ***? Она мне показывает жест неприличный. Куда идти мне? Я взял вот это стекло и чтобы просто вот эту дурь с себя спустить, я нанес себе вот эту вот вещь. Ты не удовлетворил ее как мужчину, раз она с тобой не целуется. Паш! Что? Ну, если ты на всю страну признался, что ты 28 лет девственник, ты сейчас не можешь мне сказать правду? Это правда. Кто из них больше псих? Простите ради бога. Я действительно запуталась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова